Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории поселка Искатели за счет окружного бюджета закупят 37 квартир. Они должны быть переданы не позднее 31 августа 2020 года. Медицинские учреждения округа проверили на качество и доступность члены общественной палаты. Рейд состоялся в преддверии форумов под общим названием «Качество жизни». В Наринмаре почтили память участников олено-транспортных батальонов времен Великой Отечественной войны. Памятное мероприятие было организовано у одноименного монумента. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Под Усинском к 2020 году восстановят мост через реку Силоель. Электронный аукцион на проведение работы объявлен Министерством финансов Республики Коми. Мост расположен на участке строящейся дороги Сыктывкар-Наринмар. Его протяженность составляет 65,2 погонных метра. Будущему подрядчику предстоит выполнить замену балок и опорных частей, переустройство сопряжения, шкафных стенок, замену конструктивных слоев проезжей части, установку мостового, барьерного и перильного ограждений, устройство водоотводных лотков. Также, согласно техзаданию, после завершения основной части работ необходимо будет установить дорожные знаки и нанести разметку. В аукционной документации, помимо прочего, прописаны гарантийные обязательства подрядчика по итогам ремонта. Так, на сам мост гарантия должна быть не менее 8 лет, на асфальтовое покрытие – не менее 5 лет. Итоги электронного аукциона будут подведены 10 декабря. Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территорию поселка Искатели за счет окружного бюджета закупят 37 квартир. Соответствующий электронный аукцион опубликован на портале госзакупок. На приобретение жилых помещений планируется направить свыше 152,5 млн. рублей. Однако, по итогам торгов сумма контракта может быть снижена. Квартиры приобретаются за счет регионального бюджета в рамках государственной окружной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком округе. Согласно конкурсной документации, в поселке приобретут 37 квартир общей площадью не менее 1 957 квадратных метров. Это 14 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 8 трехкомнатных жилых помещений. Многоквартирные жилые дома, где приобретаются квартиры, могут быть кирпичными, монолитными или сборно-монолитными высотой не менее трех этажей и классом энергоэффективности не ниже «Б». Квартиры также должны быть переданы не позднее 31 августа 2020 года, полностью готовы для проживания и оборудованы полным комплектом сантехнического оборудования, плитой для приготовления пищи. Напомним, ранее централизованный стройзаказчик объявил еще несколько аукционов на приобретение 550 квартир для расселения жилых домов, непригодных для проживания или с высоким уровнем износа. На территории Наринмара, также поселка Искателей и Омского сельсовета. Члены общественной палаты Неницкого округа проверили качество и доступность медицинских услуг в окружных учреждениях здравоохранения. Если к качеству работы специалистов претензий в ходе рейда выявлено не было, то вот нехватка талонов – основная проблема, с которой сталкиваются пациенты поликлиник. Решить эту и другие проблемные вопросы окружного здравоохранения общественники намерены в рамках форума «Качество жизни». Проблемы у пациентов медицинских учреждений возникают уже при входе. Высота ступенек превышает нормативы, перила старые и ненадежные, а неправильно сконструированное крыльцо привело к завышенному наклону пандуса, что усложняет подъем инвалидов на коляске. Кроме того, кнопка вызова персонала чаще всего не работает. Так как у нас высокая влажность и очень большая диффузия температуры, то есть перепад, у нас кнопки вызова очень сильно страдают, как проводные, так и беспроводные. Потому что почему? Мы меняем батарейку, через два дня батарейки уже нет. То есть у нас есть выход какой? Ставить проводную кнопку, но проводная кнопка требует специальной изоляции, чтобы человек не ударил оттоками. К сожалению, в рамках, опять же, этого учреждения, изоляцию безопасно провести не представляется возможным, потому что нет закрытых пространств. Далее отправляемся в поликлинику. Первым делом пытаемся записаться на прием к неврологу через регистратуру. Почти 10 минут ожидания в очереди и ответ. Талонов нет на ближайшие две недели. А если, например, вот очень прямо срочно надо, то его тоже не попасть с острой больной, например, к неврологу? К терапевту идете, он вас направляет. А к терапевту попасть как? В часы приема или по талонам? По талонам записываться надо. Если срочно не обходилась острая боль, то в порядке живой очереди. И приму, да? Да. Вариантов записаться на прием к врачам достаточно. Можно позвонить в регистратуру поликлиники, в единую регистратуру или же через электронные сервисы. Для последнего способа в учреждении даже есть компьютер, но, как оказалось, не рабочий. Становится понятно, что жалобы жителей в общественную палату не безосновательны. Во-первых, невозможно достать талончиков, они постоянно заняты. А вот я, например, сейчас прохожу, мне опять надо достать снова к невропатологу талон. Я не буду его достать, он будет только в декабре. А лечиться-то мне как-то надо. Я уже три недели вот так болтаюсь, у меня скоро уроки отсохнут. И три недели что вы? Куда вам удалось за эти три недели попасть, чтобы решить свою проблему? Я вот хоть достала талончики через терапевта на рентген. А вот получу снимки, и мне надо снова записываться, а записи пока нет. Она будет только в декабре. И что мне делать? Стоит отметить, что к некоторым узким специалистам может направить только терапевт. Но и к нему тоже нужен талон. Как-то надо решить вопрос по поводу талонов. Я вот по интернету пробую записаться, за две недели невозможно. Я никак не успеваю. То есть платформ созданы много, но они по сути не работающие, они не решают проблему. Ну нет талонов, нет талонов. Когда они уходят, не знаю. Общественники сами попробовали записаться на прием к специалистам через электронные сервисы. Как оказалось, это не совсем удобно и быстро. Везде требовался страховой полис, который не всегда оказывается под рукой. Если вы, например, заехали между делами записаться через вот этот терминал, то нужно с собой иметь полис. В противном случае мы просто стоим и смотрим на него. Не всегда же мы медицинский полис с собой. То есть здесь как-то надо упростить. Сначала записаться, а потом в любом случае при обращении в регистратуру предъявить полис. Я думаю, что в первую очередь это сложно для пенсионеров, потому что им в любом случае проще прийти в регистратуру и записаться, либо хотя бы по телефону. Но в смартфонах мало кто из наших пенсионеров пользуется смартфоном. И записаться, наверное, вообще нереально. Ну, по крайней мере, можно их и обучить, но я думаю, что систему записи через электронные носители нужно упростить. Это точно. Следующий объект – детская поликлиника. Первое, что бросается в глаза – для маломобильных граждан здесь вообще никаких условий нет. Первостепенно с какой проблемой мы столкнулись – это, как мы понимаем, уклон входной группы, который не соответствует ни одному установленному требованию. Поэтому единственный способ решить, хоть как-то сгладить эту проблему – это была установка многоуровневых поршен. То есть это, к сожалению, единственное инженерное, скажем так, ведение, которое способно здесь хоть как-то сгладить обстановку. В самой поликлинике отсутствует кулер с водой и для детей нет игровой зоны, где малыши могли бы скоротать время в ожидании приема. Ну и с записью к специалистам и на УЗИ такая же ситуация, как и во взрослой поликлинике. Ожидание может растянуться на недели, а то и на месяцы. К неврологу, да, запись достаточно сложная. Если говорить о неврологе, один раз в неделю, запись на следующую неделю. А так? А так всегда врачи принимают? Вы пришли без колонщика даже? Да, всегда, да, задерживаются, принимают. Медицинские учреждения стали первыми объектами, которые члены общественной палаты проверили на качество и доступность. Этот рейд проходит в преддверии форумов под общим названием «Качество жизни», цель которых – улучшить доступность и качество оказания услуг в окружных учреждениях. Эти вопросы и другие нам предстоит решить на форуме, который состоится уже в ближайшее время. Кроме того, к нам поступают предложения от жителей округа, как усовершенствовать систему здравоохранения в регионе. Также есть предложение о том, как упростить процедуру выезда по направлению на лечение, чтобы не сами люди покупали билеты, а по гарантийным письмам это делать. То есть все это мы будем обсуждать. И цель какая, чтобы все-таки сделать систему здравоохранения доступной и качественной для каждого жителя Нейнского округа. Потому что медицина – это то, с чем мы сталкиваемся еще будучи в утробе. Следующими объектами, которые проверят общественники на качество и доступность, станут учреждения образования, магазины, сфера ЖКХ, а также окружные дороги. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Педиатры обсудят актуальные вопросы здоровья детей на Севере. В субботу, 24 ноября, в Наринмаре состоится научно-образовательная конференция для медицинских работников НАУ. Она проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией округа и Северным государственным медицинским университетом Минздрава России. Конференция будет посвящена актуальным вопросам педиатрии в арктической зоне Российской Федерации. Экспертами выступят ученые из СГМУ, руководители и врачи окружного здравоохранения. Они представят свои наработки по теме вегетососудистой дистонии у детей, профилактике социально значимых заболеваний, кардиологической помощи детям и подросткам, а также по вопросам питания в образовательных организациях. В частности, в программе конференции запланированы доклады проректора по научно-инновационной работе заведующей кафедрой педиатрии СГМУ доктора медицинских наук профессора Светланы Малявской, кандидатов медицинских наук Александра Стрелкова и Леонида Зубова, доктора медицинских наук, профессора кафедры гигиены и медицинской экологии Галины Дегтевой. Конференция начнет свою работу в 10 часов утра во Дворце культуры Арктика. Регистрация откроется в 9.30. На конференцию приглашаются медицинские работники округа, а также студенты социально-гуманитарного колледжа, будущие медики. В период с 20 ноября по 20 декабря 2018 года окружные семьи могут подать заявление на предоставление бесплатной путевки мать и дитя в 2019 году. Путевки мать и дитя за счет средств окружного бюджета закупает отделение соцзащиты по результатам проведения закупочных процедур. Они предоставляются детям Ненецкого заполярья в возрасте от 4 до 9 лет, включительно имеющим третью, четвертую или пятую группы здоровья и нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. Право на данный вид господдержки дается раз в два года. Путевка оплачивается полностью, в том числе и сопровождающему, одному из родителей или лицу, заменяющему родителей. На получение окружной путевки могут рассчитывать семьи при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в НАУ в расчете на душу населения. Условия и порядок получения путевки регламентированы постановлением администрации округа. Также в течение месяца, начиная с 20 ноября, будут приниматься заявления от родителей на санаторно-курортное лечение детей в возрасте от 10 до 15 лет включительно в составе организованной группы. Условия предоставления путевок в оздоровительные лагеря совпадают с требованиями для получения путевок мать и дитя. Дети отправляются отдыхать группой, их сопровождение осуществляется на весь период оздоровления. Заявление и необходимый пакет документов направляется в отделение социальной защиты населения путем личного обращения по почте через портал государственных и муниципальных услуг или окна МФЦ Мэй-документы. Приемные дни граждан в учреждении вторник и четверг с 13.30 до 17.30. Оплата за проезд безналичным способом доступна теперь в 12 автобусах. Пассажиры муниципальных и межмуниципальных маршрутов могут расплатиться бесконтактной картой за проезд с 1 ноября. До конца ноября текущего года терминалы безналичной оплаты будут работать на всех 23 автобусах. Как рассказали в Наринмарском автотранспортном предприятии, горожане активно интересуются наличием валидатора в автобусах и пробуют покупать билеты бесконтактными банковскими картами и через платежные системы Apple Pay и Samsung Pay. Каждым днем количество транзакций увеличивается. В среднем в день через терминалы покупают билеты 100-120 человек. Пока через валидаторы можно купить билет за полную стоимость. С 2019 года будем вводить льготников и социальные карты, пояснил руководитель Наринмарского АТП Виктор Калюжный. На аллее памяти Наринмара прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти участников олено-транспортных батальонов Великой Отечественной войны. Решение о их мобилизации именно в этот день в 1941 году принял Госкомитет обороны СССР. Память погибших почти лиминутой молчания и приветственными словами. Этот бубен бьет в память о бойцах, героях-оленеводах. 20 ноября 1941 года Госкомитет обороны СССР принял решение о мобилизации олено-транспортных батальонов. На фронт отправили сотни оленеводов, рыбаков, охотников из Малоземельской, Большеземельской и Канино-Тиманской тундр вместе со своими оленями и лайками. Первый в России памятник олено-транспортным батальонам был установлен 23 февраля 2012 года в Наринмаре. Теперь здесь ежегодно 20 ноября проходит митинг в память о бойцах-оленеводах. Жители Ненецкого округа вдвойне гордятся своими героями, солдатами-оленеводами, сформировавшимися единственной и уникальной мировой историей воинского отделения. Разрешите от всех депутатов Ненецкого автономного округа еще раз вспомнить всех тех, кто ушел в годы Великой Отечественной войны с нашей территории, с нашей северной земли защищать Советский Союз. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим землякам. В годы войны из Ненецкого округа отправили пять олено-транспортных эшелонов, порядка шести тысяч ездовых северных оленей под управлением порядка шестиста каюров из коренных тундровиков. Это день утраты слезы и горести и великого самопожертвования. Среди тех шестисот каюров был и прадед третиклассника из поселка Красное Сережи Литкова. Алексей Литков служил на Карельском фронте в составе разведывательного батальона. Литков Алексей Яковлевич вызвался проехать по открытой местности важного стратегического участка с тем, чтобы навлечь на себя огонь фашистского снайпера и найти его. План сработался. Воин-оленевод вернулся с войны живым. Про героического прадеда Сережа рассказал его дедушка. Мальчик написал исследовательскую работу и теперь портрет героя украшает школьный музей. Мария Демидовна Филиппова пришла на митинг с портретом старшего брата Федора. Ему было всего 18, когда он пропал на фронте без вести. Удалось отыскать его захоронение только через 39 лет. Потом матери не стало. Я ей дала слово, что найду могилу брата и свожу ее туда. Матери не стало. В 1974 году. А брата мы нашли только в 1982 году. Нашел его, отыскал. Шевелев Владислав Афанасьевич. Он отыскал, жил в Тельвиске, отыскал. Венки и цветы к мемориалу бойцам олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны возложили офицеры воинской части 12403, родственники ветеранов оленеводов, юно-армейцы и участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В Ненецком округе определили получателей грантов среди участников форума «Молодежь-83». В частности, комиссия по рассмотрению заявок допустила к защите 14 проектов, проработанных в рамках форума. Некоторые из них были отправлены на доработку, некоторые признаны несоответствующими социальной тематике и получили рекомендации по дальнейшей реализации. В итоге четыре инициативы признаны лучшими. На их выделены гранты от 8 до 48 тысяч рублей. Все проекты, по словам разработчиков, начнут реализовывать в ближайшее время. Так, Глеб Мариничев получил 8 тысяч на реализацию проекта «Дадим имя школе», в рамках которого планируется назвать школу в поселке Искатели в честь одного из выдающихся земляков. Средства потребуются на организацию голосования. Ангелина Канева планирует реализовать проект «Я хочу играть в футбол», направленный на развитие спорта и пропаганды ЗОЖ в поселке Ваучейский. Она получила сертификат на 20 тысяч рублей для покупки инвентаря и организации мероприятий. Юлия Зорина и ее проект «Книга ворот» по установке шкафов для обмена книгами в общественных местах Наринмара получили 32 тысячи рублей. Наталья Сюлова получила 42 тысячи рублей на создание лаунж-зоны в Каратайке – место сбора поселковой молодежи. Самый крупный грант – 48 тысяч рублей – достался Кристине Сверидовой на реализацию проекта «Юный шеф-повар». На полученные средства добровольцы собираются развивать проект и познакомить ребят с кухнями народов мира. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok